Продолжение следует... По строению окружности она может осуществляться несколькими способами. По указанному центру и радиусу окружности, по центру и диаметру окружности. Две точки – это по двум точкам на окружности, то есть на диаметре окружности. Три точки – по трем произвольным точкам, через три любые точки можно провести окружность. Две точки – касание, радиус. На чертеже указывают два объекта, которых должна касаться окружность, и радиус окружности. Три точки – касание. На чертеже создаются три объекта, которых должна касаться окружность. Рассмотрим эти способы. Например, две точки. Показываем щелчком левой кнопки мыши любые две точки на диаметре окружности. Для построения более точного используется центр-радиус или центр-диаметр. Например, центр-радиус. Центр можно указывать или интерактивным способом, указав любую точку на экране, или же задав в абсолютных координатах координаты этого центра. Например, 100,100. Энтер. И задается радиус окружности. Например, 30 мм. Построилась окружность по задному центру и радиусу. Следующий способ построения окружности – по центру и диаметру. Похожий на предыдущий способ. То есть указывается центр и задается диаметр окружности. И по умолчанию он указывается как предыдущий. Если нам нужно его изменить, значит задаем новое значение. Для того, чтобы продемонстрировать построение окружности по трем точкам, предварительно нарисуем прямой угол, у которого стороны будут разной длины. А теперь вызываем команду круг – три точки. То есть указываются три точки, через которые должна пройти окружность. Срабатывает привязка «конечная точка». Если хотим построить прямой угол произвольных размеров и в него вписать окружность заданного размера. Рисование круг, две точки касания, радиус. Показываем направление первой касательной, второй касательной и задаем радиус, например, 20 мм. В этот угол вписалась окружность радиусом 20 мм. Следующая команда – это команда «многоугольник». Значок на панели инструментов или рисование «многоугольник». Команда «многоугольник» строит правильные многоугольники с заданным числом сторон. Непостроение может осуществляться тремя способами. Первое – по центру многоугольника и радиусу вписанной окружности. Второе – по центру многоугольника и радиусу описанной окружности. И третье – по длине одной стороны и ее положению. После вызова команды в командной строке появится запрос. Задайте число сторон. Нужно ввести нужное количество сторон, например, 6. Энтер. На запрос «Укажите центр многоугольника» можно указать точку на экране. Дальше появится опция «Вписанная в окружность» или «Описанная вокруг окружности». По умолчанию «Вписанная в окружность», но можно изменить, выбрать, например, «Описанный вокруг окружности». Сначала согласимся на «Вписанный в окружность». Нажимаем «Энтер» и задаем радиус окружности, например, 40. Для построения многоугольника по радиусу описанной окружности Пусть будет такой же шестиугольник Покажем центр многоугольника Нажатием правой кнопочки вызываем опцию Выбираем описанный вокруг окружности И задаем такой же радиус окружности 40 Получился шестиугольник Если мы хотим построить многоугольник по заданному размеру стороны Например, тот же шестиугольник или семиугольник Выбираем опцию Вместо указания центра выбираем опцию Показываем любую точку на экране Показываем направление построения И задаем размер стороны Построился семиугольник Размер стороны, которого будет ровно 30 мм Очень полезная команда Это команда полилиния Она более универсальная по сравнению с отрезками, которые создаются командой отрезок И имеет ряд особенностей В команде полилинии можно задавать толщину линий Причем толщина полилинии может изменяться по ее длине Полилинии могут включать в себя несколько сегментов И они воспринимаются системой автокад как единый объект Полилинии могут включать в себя дуги Команда полилинии может быть вызвана из меню рисования полилиния Или с панели инструментов На запрос начальная точка мы показываем любую точку на экране В командной строке будет написано, что текущая ширина полилинии равна нулю На этом этапе мы можем задать ширину линий Нажав правую кнопочку выбрать опцию ширина И задаем начальную ширину, например, 3 мм И конечную, например, 3 мм согласимся С одинаковой начальной и конечной шириной И у нас будет построение отрезков, которые будут выполнены Линией толщиной 3 мм У команды полилиния Можно задавать начальную и конечную ширину разной Например, для того, чтобы нарисовать стрелку Мы можем указать начальную ширину Начальную точку Выбрать ширину линии, например, единичка Начальную и конечную, одинаковую И нарисуем какую-то горизонтальную прямую Затем выберем опцию ширина И зададим, например, 6 мм начальную ширину И ноль конечную ширину У нас получится такая стрелочка В команде полилинии могут быть и дуги Например, мы можем нарисовать арку От какой-то точки Шириной, например, 1 мм начальной и конечной Мы можем нарисовать вертикальную прямую Затем выбрать опцию дуга И нарисовать дугу Выбрать опцию линейный И нарисовать линейный отрезок Выбрать опцию замкнуть Например, если мы хотим нарисовать Горизонтальную какую-то прямую Выбрать опцию дуга Выбрать опцию середина Центр Поймать привязку середина И показать конечную точку Команда прямоугольник На первый запрос команды Нужно задать местоположение Одного из углов прямоугольника Вести координаты точки Или указать его с помощью мыши Затем система Автокад Попросит задать противоположный угол прямоугольника Удобно использовать относительные координаты При задании местоположения второго угла Например, вызываем команду Прямоугольник Первую точку показываем произвольно Затем, используя метод Относительных координат Вызываем собаку И задаем размер длины прямоугольника Например, 60 Запятая И размер ширины прямоугольника Например, 40 Энтер Прямоугольник Прямоугольник Памоугольник Продолжение следует...